МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выбрасывать некуда. Почему Черкассы снова оказались на пороге мусорного коллапса? И кто ответит за горы переполненных баков? Новый режим тишины на Донбассе согласовали сегодня в Минске на заседании трехсторонней контактной группы. Так называемое школьное перемирие должно начаться в полночь 29 августа. Об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Дарко Алифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в этих переговорах. Стороны обязались осуществить все необходимые шаги, чтобы обеспечить режим прекращения огня. А сегодня боевики пять раз нарушали режим тишины на Донбассе. Как сообщают в штабе операции объединенных сил, противник открывал огонь из гранатометов, стрелкового оружия и пулеметов. Под обстрел попали позиции в Станице-Луганской, Крымском, Песках и Марьинке. Продолжит Руслан Смещук. Земля усеяна огромными воронками и остатками смертоносного железа. Это передовые позиции на Светлодарской дуге. Противник стреляет тут каждый день и много. На днях террористы обстреляли эти позиции из градов и гаубиц. Причем наши солдаты говорят, что противник как будто бы специально бил мимо. Возможно, местные боевики таким образом выстраивали картинку для своих московских кураторов. Стрелили из градов, стрелили из ствольной артиллерии, но дали немножко дальше. То есть побаиваются, что мы можем опять еще больше дать. Активные боевые действия традиционно ведутся ночью, но и днем тут неспокойно. Внезапно дозорный замечает активность террористов. Заметил движение в зеленке. Пришлось прострелку. Ну а пока на передовой воины обороняют рубежи, в тылу работают их ангелы-хранители. Медицинская служба эвакуации. Теперь у них новые спецавтомобили на базе американских хаммеров. Например, вот этот транспортер бойцы прозвали Халком. Он тоже большой, мощный и зеленый. Зверь-машина, так Михаил отзывается о своем вездеходе. За его рулем мужчина спас десятки жизней, вывозя раненых часто под обстрелом. Машина хорошая, была уже на позициях, вывозила раненых. То есть успеваем скоростная, объем двигателя 6,5 турбо. Михаил показывает, что у Халка внутри больше напоминает скорую помощь в кино, чем реальный армейский медевак. Есть два рюкзака с медикаментами, то есть капельницами, носилки. Здесь поднимается второй этаж еще, то есть на 4-3 сотых. Такие спецмашины работают в нескольких бригадах и подразделениях вооруженных сил Украины. Каждую неделю спасая жизни защитников страны. Волонтеры, ветераны и политики. Сегодня они впервые собрались на международном форуме, который открыл президент. В своем выступлении Петр Порошенко четко обозначил, от кого зависит прекращение конфликта на востоке Украины, какой в дальнейшем будет госполитика в отношении участников боевых действий и каким он видит внешнеполитический курс страны. Подробнее Ирина Баглай. Мир на востоке Украины на условиях Кремля для Украины неприемлем. Об этом во время открытия международного волонтерского и ветеранского форума «Там, где мы, там Украина» заявил президент Порошенко. Ключ от мира находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ от мира находится в Кремле. И если кто-то будет навязывать нам российские кабальные условия, я хочу наголосить, что не только для президента, а для всей украинской нации этот шаг категорически неприятный. Потому что это шаг не до мира. Посмотрите Абхазию, посмотрите Осетию, посмотрите все оккупованные земли, посмотрите, как там живут люди. И это то, что предлагает Россия, жителям оккупованных земель. Неизменной остается и позиция вступления Украины в НАТО. По словам главы государства, на саммите в Брюсселе Украина получила четкий сигнал от стран Альянса. На сегодняшний день на Востоке держат оборону 340 тысяч военных и еще 160 тысяч резервистов готовы взять оружие в случае наступления. Если бы в 2014 году мы имели такую ступень боевого готовности, как сегодня. История не терпит умовных нахилев, но точно стверждю, что все было бы иначе. По-перше, мы бы не знали таких втрат. По-друге, я уверен, что мы бы не остались пока еще без Крыма. И вообще, оружие силы были бы сильной пересторией против того, чтобы Россия вообще пошла бы на нас войной. Накануне выборов украинцам следует быть готовыми отражать атаки и на информационном поле битвы, заявил президент. Петр Порошенко призвал ветеранское движение оставаться вне политики, но при этом не отказываться стать кадровым резервом государства. А вот реализацией волонтерских проектов по социализации тех, кто вернулся с войны, должно заняться специальное министерство. Такие замыслы полностью поддерживают и организаторы форума. Презентация успешных волонтерских проектов может стать основой государственной программы, которой до сих пор в Украине нет. Поэтому все эти инициативы, которые реализовываются на уровне волонтерских и общественных организаций, нужно аккумулировать и передать государству для дальнейшей реализации уже на государственном уровне. Готовы делиться опытом и волонтеры, которые продолжают создавать новые проекты. Фронт по-прежнему ощущает их помощь. Все подраздели, которые будут на параде, получили помощь от волонтеров. Только от нашего фонда, включая авиация, которая будет летать. Будут ехать хамеры, которые ремонтировались в рамках одного из проектов нашего фонда. Будут ехать беспилотники, которые были разработаны другим волонтерским фондом и сейчас уже приняты на озброение. Форум продолжит свою работу и завтра. Ветераны и волонтеры надеются, политики их услышат. И как минимум парламент разблокирует принятие их законодательных инициатив. Что делать с госдолгом? Как его сократить? И где взять деньги на погашение задолженностей? Сегодня все эти вопросы обсуждали в Кабмине и утвердили новую стратегию. Планы амбициозные, но без помощи МВФ не обойтись. Каким министры видят дальнейшее сотрудничество, узнавала Ксения Барвиненко. Ежегодно Украина тратит 130 миллиардов гривен на обслуживание госдолга. Чтобы сократить долю задолженности от ВВП, правительство утвердило стратегию управления государственным долгом. До конца этого года достигнуть 60%, наступного года 52% и до конца 2020 года иметь борг как частка ВВП не больше 49%. Мы хотим получить равномерный график погашения, больше равномерный, с продолжением терминов. Другое, мы хотим залучить больше до гострокового пилевого финансирования. Это значит, мы продолжаем співпрацю с МВФ. Больше всего денег Украина задолжала международным кредиторам за период с 2005 по 2013 годы. Тогда государственный долг достиг 60 миллиардов долларов. Чтобы постепенно его уменьшать, Украине необходимо продолжать сотрудничество с МВФ. В 2005 году 12,5 миллиардов мы с вами должны были отдать врагов. А уже в 2013 году 60 миллиардов. То есть это катастрофичная сумма для украинского бюджета, для украинских граждан. Ничего в принципе системно в Краине не изменилось. Не появились ни новые дороги, ни новые лекарства, ни новые школы массово. Но если Украина не рассчитается, для страны это означает рост инфляции, обесценивание валюты и остановку промышленности, заявил премьер. Вместе с тем государству необходимо укреплять свою экономику. Мы должны сделать все для того, чтобы в ближайшее время, в ближайшее десятилетие, избавиться финансовой зависимости. Наша экономика должна быть сильной и способной самостоятельно обслуживать наши деньги и уменьшить их. Все, что будет оставлено в украинском бюджете, должна быть справедливо перераспределена тем, кто этого потребует и для модернизации Украины. Чтобы получить очередной транш, Украина должна выполнить все домашние задания от МВФ. В частности, еще не решен вопрос цены на газ для населения и не создан рынок земли. Прошлой весной из-за проволочек по этим пунктам фонд приостановил программу кредитования. И к слову о рынке земли. Мораторий незаконен. Об этом говорится в решении Европейского суда, которое вступило в силу сегодня. Как пишет издание «Экономическая правда», служители Фемиды считают, запрет на продажу земли нарушает права человека. А государство не обеспечило справедливый баланс между интересами общества и имущественными правами заявителей. Таким образом, украинские землевладельцы смогут в дальнейшем ссылаться на это решение, а суд в случае продления моратория назначать компенсацию за их потери. Продление запрета на продажу земель сельхозназначения, напомню, в декабре прошлого года поддержал парламент. В то же время, открытие рынка земли – это одно из условий сотрудничества Украины с МВФ. Одно из крупнейших химических предприятий Донбасса, Северодонецкий Азот, после продолжительного простоя, вновь заработал. Для Луганской области, которая с начала боевых действий потеряла более 70% своей промышленности, это важное событие. Завод посетили и народные депутаты, которые выступают за возрождение экономического потенциала прифронтового Донбасса. Подробности знают наши корреспонденты. В Северодонецк сейчас административный центр Луганской области и некогда флагман химпрома на Донбассе. С начала боевых действий одно из крупнейших предприятий города, завод Азот, остановился. Сегодня же здесь праздник, трубы задымили вновь. Все это время лидеры оппозиции работали над возрождением промышленности, пострадавшей от войны. Сегодня знаковое событие. У нас после четырех лет простоя, после начала активных боевых действий, в этом регионе запустилось одно из самых крупных предприятий химических, это Северодонецкий Азот, который сегодня дает работу почти четырем тысячам работающих и является важным фактором улучшения социально-экономической ситуации в области, да и в стране в целом. За время простоя огромными усилиями удалось не растерять коллектив и сохранить оборудование. На данный момент Азот еще не вернулся к довоенному уровню производства. Но и это уже серьезный успех. Производство аммиака мы делаем где-то порядка 45 тысяч тонн в месяц. Аммиачная селитра мы производим тоже порядка 45-47 тысяч в месяц. И карбамид где-то 35 тысяч в месяц. Во время встречи работников завода, местных активистов и депутатов с лидером оппозиции люди откровенно признались, следующего года выборов боятся. Мы ожидаем 2019 год довольно тяжелым годом в целом для страны, для нашей области. Еще и отсутствие промышленных предприятий в Луганской области, которые бы развивались, а хотя бы начинали работать, еще больше вызывает, так сказать, опасений. Причин много. И уход бизнеса, и близость зоны конфликта. Вот все это вместе, и отсутствие там таможни, и неактивная позиция областной администрации, которая в этом отношении недорабатывает. Поэтому помогать нашей области вот сегодня должны все. У меня были неоднократно беседы с губернатором, чтобы он проявил инициативу и сделал выездное заседание кабинета министра, чтобы увеличить финансирование, помочь людям, которые и так тянут на себе и психологические, и тяжелые финансовые нагрузки. Хотя после запуска Азота и ряда предприятий, будущее кажется местным жителям уже не столь пугающим. Теперь на очереди проект частичного запуска Лисичанского НПЗ. Новые рабочие места, финансовая стабильность, экономическая выгода для Луганского региона и всей страны. Так расценивают запуск северодонецкого Азота экономические эксперты. Впрочем, за последние полгода химическую промышленность Украины удалось вывести на новый уровень. После продолжительного застоя заводы по изготовлению селитры наращивают мощности. Сейчас отечественный производитель способен в полном объеме обеспечить минодобрениями не только украинских аграриев, но и работать на экспорт. Но есть факторы, которые тормозят работу заводов. Кто вставляет химпрому палки в колеса, разбирались наши корреспонденты. Химическая промышленность на грани коллапса. Посевной осенний сезон под угрозой срыва. Нардепы Сергей Шахов и Михаил Головко на заседании Кабмина заявили, Укрзалезница с начала августа саботирует работу азотных заводов. Володимир Борисович, пока вы отдыхали, залезница все же таки провокирует ситуацию. Вы так не следите, мой отдыхает? Я не считаю ваших отдыхать. Правильно. Просто не обратил внимание, что премьер-министр отдыхал в тот момент. И все же таки сделали злочин, не поставят вагоны на эти заводы. Не ма мне поспокою, требуется 24 часа работать. В свою очередь премьер заявил, необходимо искать пути решения, чтобы подобные коллапсы не повторялись ежегодно. Тут вы говорите, уже с вагонами ситуация. То есть, с одного боку, нужно оперативно выреживать задачи, но для меня самое главное – это изменить систему, чтобы не продвигались такие проблемы, которые с года в год повторяются. Доручая мини-инфраструктура, сообщество Укрзалезницы, встретиться с народным депутатом, выяснить проблемы и помочь выреживать. Нардепы заявляют, причина, по которой блокируется работа азотов – неэффективное управление железнодорожным монополистом страны. Уже в кулуарах Кабмина парламентарии более подробно описали ситуацию с Укрзалезницей. Результат их работы – нулевый или даже шкодливый в межах страны. То есть, где они залезницу просто заводят в бурги. И сегодня от их непрофессионализма или даже шкодливой злочинной деятельности страживает не только химическая галузь. Полный саботаж со стороны власти имущих. И, скорее всего, срыв поставки минодобрений будет все-таки на грани. Если сейчас до конца не включится премьер-министр, а он дал уже полностью поручение протокольное, и уже начались мне звонки, чем помочь, что сделать, они должны сами знать, чем помогать. Тем временем в Союзе химиков Украины заявляют, два завода – черкасский азот и ривный азот – на грани остановки. В случае сбоя их перезапуск обойдется государству в сотни миллионов гривен. На других предприятиях отрасли положение не лучше. Складские помещения практически заполнены. Впрочем, утверждает Алексей Голубов, президент Союза химиков, ситуацию обострили искусственно. Сейчас это просто. Укзелызница умывает руки, у нее же вагоны дешевле несколько. А вот все вот эти ложистики, которые Укзелызница организовала, они где-то на порядок выше примерно цену на вагоны. Эти свои не дают, а те говорят, ну берите у нас. Ну вы возьмете вагон не за 500 гривен, а соответственно в несколько раз дороже. Переплачивать втридорога не собираются и требуют от Укрзелызницы выполнения контракта, утверждают на черкасском азоте. По договору с начала месяца железнодорожники обязаны были поставить на предприятие 470 вагонов. Но за три недели августозавод не смог получить даже 15. За последний тиждень нашему предприятию было надано лишь два напіввагона. Хотя потреба на піввагонах, взагалі на піввагонах, предприятия для нормальной и стабильной работы 50 вагонов в сутки. Это может привести до разрушения производства, до складывания Миндобрив на территории підприємства. И на самоперед, в зв'язку з тем, що це все відбувається на початку посівної, це може негативно відбуватись на посівній. Впрочем, от такой эффективной работы железнодорожников утверждають в Союзе химиков страдають і інші отрасли. Тільки за останній год «Укрзалізниця» два раза поднимало цены на перевозки. Бізнес-лида получил около 15 млрд гривень. Куди монополист направив деньги, сетують експерт, і неизвестно. Ну, казалось, увеличивається платёжний поток «Укрзалізниця». По идеї, должны і услуги бути качественними. Ничего подобного. Все відбувається от того, що в руководстві «Укрзалізниця» стоять непрофесіональні люди. Всех поразгоняли, пришли, ребята, да, грамотні, все, ну, порядка, нет. Тем временем прем'єр-министр Владимир Гройсман дал поручение разобраться в ситуации. В ближайшее время состоїться собрання контактной групи при участиї глави Мининфраструктуры, руководителя «Укрзалізниця» інициативной групи народних депутатов. Мы продолжаем следить за развитием событий, чтобы выяснить, кто виновен в сложившейся ситуации и как она решится. Оксана Григорьева, Леонита Борин. Подробности. Телеканал «Интер». Сегодня же представители ряда крупнейших предприятий «Химпрома» направили обращение к министру инфраструктуры Владимиру Амеляну с просьбой разобраться в ситуации и взять ее под личный контроль. В заявлении говорится, вопрос не терпит отлагательств, поэтому необходимо как можно скорее создать рабочую групу, куда бы вошли и представители Министерства, и «Укрзалізниця», и предприятий. Такая група смогла бы выработать четкий план для выхода из кризиса. Сегодня в США в силу вступает пакет санкций против России, который был введен в ответ на отравление Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Под новые ограничения попадает экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях, а также поставки электроники и компонентов для нефтегазовой отрасли. А если в течение трех месяцев Москва не даст гарантии, что не использует химоружие и не допустит на свои объекты международных инспекторов, в силу вступит второй этап санкций. Он предусматривает снижение уровня дипотношений, сокращение до минимума взаимной торговли и запрет полетов в США для российских авиакомпаний. Санкции могут повлиять на 70% российской экономики. Глава ГФС Мирослав Продан требует, чтобы в набор разобрались в ситуации, которая сложилась на Одесской таможне. Накануне ГПУ заявила, что там были украдены десятки контейнеров с товарами и к этому может быть причастно таможенное руководство. Фискалы, в свою очередь, подозревают, что нечисты на руку в самой прокуратуре, продолжат наши корреспонденты. На время служебного расследования о краже 37 контейнеров с тканью и другими товарами главу Одесской таможни Александра Власова отстранили от выполнения обязанностей. Таково решение главного фискала Мирослава Продана. Кроме того, он заявил, что информация генпрокурора о масштабах украденных товаров требует уточнения. 37 контейнеров с неразмитным товаром на загальную сумму ориентированного 150 млн грн. Дана информация потребует определенного уточнения, оскільки факт выявления, арешта и дальнейших действий о покупке выкраденного товара совершил и проводился исключительно с сотрудниками Державной фискальной службы Украины. Я на этом наголошу, исключительно с сотрудниками Державной фискальной службы. По решению суду, все 37 контейнеров были арештованы. И с неведомых для меня причин, следствий принял решение про размещение их на складских примещениях не немитных, а на ответственное сохранение товариству, который имеет состав не в зоне деятельности Одесской митницы. Более того, Мирослав Протан заявил, в ГФС убеждены, что к нарушениям причастны и некоторые сотрудники ГПУ. Встановлено причетность до выкрадения в известных в определенных колах группы Аминева Сердюка. До речи, остальные до этого времени работают в Генеральной прокуратуре и перебывают на лекарнях. С прошением разобраться и провести расследование Мирослав Протан обратился в НАБУ. Ведь накануне генпрокурор заявил, что кроме задержанного экс-сотрудника Одесской таможни Аминева за выявленные нарушения ответственность должно нести и руководство таможни. В Одессе полиция расследует покушение на жизнь местного чиновника. Накануне вечером неизвестный выпустил несколько пуль в Анатолия Шаповала. Какие версии рассматривают правоохранители и что говорят врачи о состоянии пострадавшего? Наш следующий материал. Анатолию Шаповалу 44 года работает заместителем директора жилищно-коммунального предприятия в спальном районе Одессы. Именно у входа в учреждение на него и напал неизвестный. Чиновник в этот момент находился в салоне своего автомобиля. Неизвестный подбежал к машине, несколько раз выстрелил в Шаповала и исчез. По той информации, которая у нас сейчас есть, нападающий был один. Он был не в маске, а в бандане, которую затем снял. Сейчас чиновник в реанимации. Медики сообщают, его состояние стабильное, но травмы тяжелые. Два огнестрельных ранения в брюшную полость и грудную клетку. Пули извлекать не стали. Их удалять не надо, потому что они находятся внутри органов. И в данной ситуации удаление пули является большим вредом для того органа, чем оставить его там. Оно по большому счету капсулируется, и человек с ней может жить всю жизнь. Из какого оружия произведены выстрелы, в полиции не говорят, ссылаясь на тайну следствия. Уголовное производство открыли по статье «Покушение на убийство». Нападавшего ищут. Коллеги пострадавшего теряются в догадках и никаких версий не выдвигают. Говорят, угроз в адрес коммунального предприятия не поступало, не жаловался на угрозы и сам шаповал. Впрочем, Анатолий Шаповал уже становился жертвой злоумышленников. Прошлым летом неизвестные сожгли его автомобиль. Тогда чиновник связал это с конфликтом вокруг элитной многоэтажки, в которой он является главой ОСМД. Он помешал группе людей захватить нежилое помещение в здании. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал «Интер» Одесса. Сегодня в Украине день памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении. За годы независимости более тысячи полицейских, пограничников, нацгвардейцев и спасателей так и не вернулись со своих служебных заданий. В их честь в Киеве открыли мемориал, возложить цветы и почтить память защитников. Минутой молчания пришли родные героев, а руководство МВД представило книгу. С биографиями погибших на службе правоохранителей. Это первая книга, где изданная и отмечен подвиг и биография тех ребят, которые сложили голову за тот мир, который нас сегодня окружает. Я думаю, что это правильно, что существует такой день. Хоть он и скорбный, хоть он и заставляет возвращаться в те времена, когда нужно было принимать решение жизни или смерти. Чтобы общество понимало, что правоохранительная система – это единственный, надежный и никаким незаменимый орган, который обеспечивает громадский порядок и конституционный устрей в середине государства. Жители Новомосковска сегодня протестовали под стенами Кабмина. Они требуют закрыть опасную мусорную свалку, которая находится в сотнях метров от их жилых домов. Отходы в город свозят со всей Днепропетровской области. Мусор периодически клеит и в жилые районы окутывает ядовитый смог. Продолжат наши корреспонденты. Десятки жителей Новомосковска собрались на акцию протеста у здания Кабмина, где проходило заседание правительства. Люди надеются, что сегодня министры их услышат. Виталий приехал в столицу, чтобы достучаться до чиновников. Мужчина готов на все ради своих родных. В сотне метров от его дома в Новомосковске огромный мусорный полигон. У жены появилась астма, дочь – аллергик. В адских условиях мы живем, потому что это результат нашего бездействия, это наша опасность. Спасибо нашей Владе, живу каждое дневно с кислородным баллоном в доме. Она воняет, она горит, она не дает людям жить, но это неприятно, ребята. Поэтому мы хотим, чтобы ее закрыли. Опасная мусорная свалка в сотне метров от жилых домов. Летом мусор тлеет, и люди буквально задыхаются от ядовитого дыма. Более того, отходы загрязняют воду. Но местные чиновники только разводят руками. Мол, они бессильны, ведь полигон – частная собственность. В ситуации пообещал разобраться нардеп Сергей Рудык. Ключевая проблема, с которой не могли чиновники справиться до сегодняшнего заседания уряда, провести позаплановую переверку этого полигона, который находится на высоте 320 метров от жилого забудования. То есть даже конспекция не может в рамках исчезающего закона, который мы приняли несколько лет назад, до конца грудня этого года, совершать позаплановые переверки. Местные активисты утверждают, на мусоре владельцы свалки зарабатывают огромные деньги. Более того, на работу принимают ромов и платят им копейки. Если бы взять на работу человека с трудовой книжкой, защищать ее трудовые права, один работник в месяц мог бы с такими условиями работы обходиться с 1030 минимум гривен. Вопрос рассмотрели на заседании правительства. Как выяснилось, в самом начале предприниматели обещали соблюдать нормы охраны труда и природопользования. Но совершенно этого не делали. Дайте, пожалуйста, поручение. Вице-премьеру министру Зубку, министру экологии Семираку, главе инспекции, совершайте проверку и, по факту, сделать выяснение, потому что это невозможно. Сегодня жители Новомосковска одержали первую победу, пусть и небольшую. Премьер Владимир Гройсман поручил чиновникам создать специальную комиссию. И нардеп Сергей Рудык заверил местных жителей, что вскоре в Новомосковск приедут инспекторы. Наталья Шумакова, Лина Зеленская, Валентин Белич. Подробности – телеканал «Интер». В Украинском Минздраве закончились деньги на лечение за границей. Тысяченка больных пациентов обращаются за помощью в благотворительные фонды, а не в государству. Маленькой Кате из Житомира срочно нужна пересадка костного мозга. На кого надеяться родителям малышки, узнавала Лариса Зубенко. Двухлетняя Катя не может находиться на улице без специального респиратора. Любая инфекция для малышки смертельна. Это весной Кате поставили диагноз – острый гибридный лейкоз. Прошли мы наразе первый протокол химиотерапии, первый блок высокодозной химиотерапии. И сейчас, с сегодняшнего дня, будем начинать второй блок высокодозной химиотерапии. И тогда, при нашем диагнозе, обовязковая пересадка кисткового мозга, потому что у хвороба рецидив идет. Хвороба повертается. Высокодозная химия дает осложнения, говорит мама девочки. Но это единственный способ достичь ремиссии, чтобы сделать трансплантацию. И стоматит, и понос, и температура. И изменение настрою. Сразу такая стоит. Бывает такая вялость стоит. Бывает такая, что плачет, кричит. Мы месяца с полтора совсем не болотали. Не смеялись, как началась химиотерапия. Отец Кати работает в Житомире автомехаником. Мама находится в больнице вместе с дочкой. Собрать деньги на операцию семья не в силах. Потратили на лечение все сбережения. Для трансплантации выбрали клинику в Вероне. Деньги нужны как можно скорее. По прогнозам врачей, у Кати осталось не так много времени. У нас полтора-два месяца осталось, чтобы собрать деньги. Сумма 120 тысяч евро. Для нас это очень большая сумма. Мы стараемся всеми силами. Это очень большие деньги. Подали заявку в МОЗ. Но у них сейчас нет денег. Ждите. Собрать необходимую сумму семье Наумчук помогает фонд Таблеточки. Говорят, помощь небезразличных людей. Единственное спасение ребенка. Ситуация еще усугубляется тем, что на сегодняшний день бюджет на зарубежное лечение в стране закончился. Мы ждем, мы надеемся, что возможно будет дополнительное финансирование. Шансы на выздоровление высокие. Если эту операцию проведут ей своевременно, а это значит в самое ближайшее время. Катя едет в клинику в Вероне, в Италии, где с успехом лечат такие заболевания. Мы желаем всех небезразличных людей. Помогите нам, пожалуйста, забрать сумму, чтобы подарить Катрусе шанс на жизнь. Она у нас очень крепкая, сильная девочка. Она все выдержит. Помогите, пожалуйста, забрать деньги. Помочь малышке вы можете, отправив СМС со словом «Катя» на короткий номер 88100. Сообщение стоит 5 гривен. Услуга доступна для всех мобильных операторов, кроме контрактных номеров. Каждая гривня приближает маленькую Катю к выздоровлению. Лариса Зубенко, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Новые возможности для одаренной молодежи. В Харькове открыли представительство фонда Аденауэра. В нашей стране оно успешно работает более 20 лет, поддерживает политические, экономические и социальные проекты. Какие перспективы открывает харьковчанам, узнавали наши корреспонденты. Первый региональный филиал в Украине фонд Конрада Аденауэра открыл в Харькове. Он охватывает всю восточную Украину, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и подконтрольные украинные части Донецкой и Луганской областей. С фондом работаем уже год, однако сегодня открываем первое региональное представительство в Украине и именно в Харькове. Это новые проекты международные, значит новые возможности, в первую очередь для студенчества и активной молодежи. Для этого нужно учиться на отлично, иметь активную гражданскую позицию, знать языки, ну и саморазвиваться. Мы благодарим руководство фонда, то что он увидит уверенность и поддерживает Харьковскую область, ну и безусловно оцениваем это как факт доверия. Я впервые попал в эту часть Восточной Европы. Я наблюдал за Украиной как за очень интересной для нас страной. Мы не те люди, которые указывают другим, что делать. Мы расскажем, а вы посмотрите на нашу страну, которая имеет свой опыт, которая была разделена, но которая жива. И результаты сотрудничества уже есть. Немецко-украинская журналистская академия издала брошюру 50 градусов истории с Восточной Украины. Специалисты фонда провели семинары для депутатов местных советов. Отдельно общались с журналистами на тему журналистских конфликтов. В фонде говорят, ставку делают на молодых и активных. Мы хотим их поддержать здесь, не в Германии, а по месту. Для нас важно, чтобы эти люди не только отлично учились, но и чтобы они вкладывали душу в развитие общества. Сегодня 28 студентов Восточно-Украинских университетов получили стипендии фонда. Так оценили их активную гражданскую позицию, знание языков и желание развивать в Украине западную демократию. Каждый студент получил по 1000 евро. Свою стипендию я хочу направить на обучение магистратуре в Германии, чтобы после вернуться сюда первоклассным специалистом и делать все возможное для того, чтобы моя страна была в рейтинге передовых держав и государств мира, не только Европы. До конца этого года у сотрудников фонда насыщенный график. Например, планируют поддержать театральный фестиваль «Живи», который состоится в августе. В его рамках театр переселенцев из Донецка «Пятое колесо» представит свои спектакли. В октябре запланирован онлайн-курс о Евросоюзе. Еще один тренинг будет посвящен юридическим аспектам европейской интеграции студентов. Полина Спасенко, Светлана Шакера, Александр Яновский. Подробности телеканал «Интер» Харьков. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.